Добрый вечер! На часах 19.30 и в прямом эфире новости на своем. Меня зовут Никита Шишков. Половина рабочей недели позади и сейчас мы расскажем обо всех событиях уходящей среды. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги работы краевых спасателей. Буллинг и непослушание. Как взрослым найти общий язык со школьником-хулиганом? Сахаты на свободе. Под Ставрополем 10 оленей выпустили в дикую природу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинаем выпуск. В 2020-м на Ставрополье планируют отремонтировать 500 многоквартирных домов. Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встречу с руководителем фонда капитального ремонта края Евгением Бражниковым. Обсудили итоги работы фонда и планы на будущий год. За пять лет в регионе отремонтировали 2150 домов на 5 миллиардов рублей. Работы текущего года продолжаются. Планируется, что по итогам 2019-го отремонтируют более 1 тысячи домов и почти 250 лифтов. Как отметил Евгений Бражников, собираемость отчислений за последний год выросла. Если за пять лет считать, то средняя собираемость 86-87%. Есть округленные цифры просто. Если говорить по итогам этого года, то собираемость у нас подросла без малого до 97%. То есть, несмотря на то, что даже тариф был поднят до... Старались поднять до экономически обоснованного, да? 8,63 для... Я слушаю, вот эти все разговоры про экономически обоснованный тариф 2019-го года 17 рублей 43 копейки. Вы же понимаете, что у нас никогда такого не будет тарифа. Вот когда будет зарплата такими темпами расти, два раза в год увеличиваться, вот тогда будем о тарифе говорить. А пока что вот остаемся в тех тарифах, которые приняты нами были изначально. Также глава края коснулся вопроса возврата собранных ранее средств с граждан, чьи дома были исключены из программы капремонта. Это здания, в которых пять и менее квартир. Губернатор поручил довести информацию до каждого жильца и оказать им содействие в подготовке необходимых документов. Во время обсуждения планов работы фонда прозвучало, что в 2020 году отремонтируют 500 домов и 550 лифтов. А сейчас сладкая новость для школьников. Бесплатные новогодние подарки в крае получат более 133 тысяч учащихся. Об этом уже говорил губернатор на своей страничке в Инстаграм, и теперь информация подтвердилась официально. Уже стала хорошей традицией в канун Нового года делать детям сладкие подарки. В этом году бесплатные новогодние угощения получат абсолютно все учащиеся начальных классов Ставрополья. Вес подарков не менее полутора килограммов. Внутри конфеты исключительно отечественного производства. На их приобретение в 2019 году из краевого бюджета выделили свыше 66 миллионов рублей. И это еще не все новогодние радости. Кроме этого у нас проходит губернаторская благотворительная елка для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для детей талантливых, которые победители конкурса, олимпиад, для детей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. У нас пройдут новогодние представления в городе Ставрополье, в городе Нефтекумске, в городе Пятигорске. А еще делегация ставропольских детей в декабре посетит Кремлевскую елку. На главное новогоднее представление страны поедут 52 школьника. Это дети, совершившие героические поступки, победители различных конкурсов и олимпиад. Для них также подготовили экскурсионную программу по музеям и выставкам Москвы. Вот уж кому повезло. Продолжаем новогоднюю тему. Над зданием правительства парит дракон. Правда, увидеть его могут только избранные. Точнее, те, кто установил на смартфон специальное приложение. Крылатый монстр, а также Дед Мороз, маленький слон, гигантская мышь и другие персонажи стали частью дополненной реальности. Они прячутся среди новогодних елок на главной городской площади и становятся видны через камеру смартфона. С ними можно познакомиться, сфотографироваться и даже потанцевать. Леонид Нечапуренко это сделал и отправился на новый слой реальности. У меня тут появилась новая знакомая. Она любит танцевать. Правда, большинство людей на площади ее почему-то не видят. Но стоит включить смартфон, и она появится. И это далеко не единственный обитатель дополненной реальности, с которыми могут встретиться ставропольцы. Давайте же посмотрим, как выглядит площадь Ленина, если взглянуть на нее через приложение. Встречи могут быть неожиданными. Невооруженным взглядом их не увидеть, но все-таки они существуют. С ними можно поиграть, потанцевать, сделать оригинальные фото и видео. Всего-то и нужно установить специальное приложение для телефона. Оно называется СтавАР. Скачать его можно абсолютно бесплатно. Это позволит заводить все новые знакомства с виртуальными жителями Ставрополя. Дополненную среду в городе и дальше планируют развивать. Объекты будут появляться не только на площади Ленина, но и на других общественных пространствах городских. Это крепостная гора, Александровская площадь, площадь святого князя Владимира. И есть идея анимировать и наши памятники. Памятник Лермонтову, граффити, которое на стадионе. Элементы дополненной реальности появятся и на них. Одним из первых новые возможности оценил губернатор Владимир Владимиров. На своей странице в Инстаграм он обратился к подписчикам и пригласил на открытие новогодних праздников вечером 13 декабря. Виртуальный дракон в это время предпочел устроиться на плече у главы региона. Здесь будет большое представление. Элементы вы сейчас видите. Это не глюк, и дракончик, и сзади край золотой сердец, и каток в полночь не превратится в тыкву. Мы будем очень рады всех видеть. Смотрится это необычно и порой удивляет прохожих. Взрослые люди ходят туда-сюда по площади, смотрят в экран телефона, время от времени замирают на месте, разговаривают с невидимыми собеседниками, машут в пустоту. Это уже подозрительно. А если бы они слышали, какие при этом звучат реплики, точно забеспокоились бы еще сильнее. Горожанам 13-го придя на площадь, будете чем заниматься. А, вот какая-то мышка появилась. О, вот. Слушай, а у меня мышки нет. А, о, я нашел Деда Мороза. Вон он, видишь? Пойдем. Вон он, видишь? Так, идем прямо на дедушку. Дед Мороз и его команда из дополненной реальности далеко не единственное зрелище, что ждет пришедших на площадь Ленина вечером в пятницу. Праздничными огнями загорится елка, в небе вспыхнет фейерверк. До неузнаваемости преобразится здание краевого правительства. Прямо на его стену будут проецировать зрелищное 3D-шоу. Временно выпали из нашей реальности, чтобы отправиться в дополненную Леонид Нечапуренко и Олег Байкулов. Так что, друзья, вооружаемся телефонами и ищем драконов с мышами. Но теперь переходим к другим новостям, как отработали в этом году спасатели края. За нашу защиту от паводков и землетрясений, аварий на транспорте или производствах отвечает Единая государственная система предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций. Если проще, РСЧС. Тему продолжит Ирина Ивановская. Конечно, на таком внедорожнике можно прокатиться и по городским улицам, но предназначен он исключительно для бездорожья. В высоту авто почти 2,5 метра, имеет 6 ведущих колес, а давление в них меньше, чем даже в шинах велосипеда. Могучий помощник, представленный федеральными и краевыми спасателями, один из новейших образцов техники. Он вытащит пострадавших из любых труднопроходимых мест, будь то болото, пески, грязь, брод или снежная целина. В прошлом году сильная метель захватила в снежный плен машины на трассе в сторону Ростова-на-Дону. Из-за переметов образовалась огромная пробка. В нее попала и машина с двумя младенцами. Мы проехали через весь этот снежный массив, добрались до машины с новорожденными детьми, в этот плен забрали их и обратно вернулись сюда, на Ставрополь, потому что дальше там проезда не было. Хоть регион и южный, но работы для этого автовеликана хватает. А еще больше у его собратьев рядом. На вооружении у пожарной охраны края почти 600 единиц разной техники. Тушить возгорание и спасать людей в этом году специалисты выезжали больше 15 тысяч раз. Зато водная среда в крае в 2019-м под контролем. На противопаводковые мероприятия выделили 680 миллионов рублей. Проведенные организационные и привитивные мероприятия, созданная группировка сил и средств РСЧС, позволили в 2019 году обеспечить безаварийное прохождение весенне-летнего полугодия. Для оперативного вызова экстренных служб в крае работает система 112. На ее единый номер уже поступило больше 130 тысяч звонков. А вот оповещение населения требует совершенствования. Существующая система централизованного оповещения введена в эксплуатацию в 1983 году. Выработала свой ресурс и не позволяет обеспечить 100% оповещение населения. Денежные средства, выделенные в 2019 году, обеспечили эксплуатационно-техническое обслуживание системы, но не ее модернизацию. 2019 в системе МЧС России стал годом предупреждения чрезвычайных ситуаций. Поэтому спасатели края занимаются и профилактикой. Работают с населением, проводят учения и тренировки. К задачам будущего года отнесли дальнейшую модернизацию оборудования и подготовку кадров. Но есть планы и поближе. У нас канун новогодних, рождественских праздников. И насколько они будут яркими, запоминающимися, наверное, зависит и от усилий всех вас здесь в зале присутствующих, и тех, кто сегодня несут легкую службу. Итоги работы системы РСЧС за уходящий год записали Ирина Ивановская и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение. После такого можно и в учебник по ОБЖ заглянуть, там много интересного. Это, наверное, делал герой нашей следующей истории. Это тот случай, когда бдительность восторжествовала. Жителю Зеленокумска позвонил неизвестный и рассказал, что его сын задержан за наркотики. Чтобы не возбудили уголовное дело, нужно перевести на продиктованный счет всего ничего 200 тысяч рублей. Мужчина сразу заподозрил неладное и позвонил сыну. Убедившись, что с ним все в порядке, сообщил о мошеннике в полицию. О других ЧП расскажем в оперативной сводке. Неудачная маскировка. Один из частных домов Ставрополя находится под охраной Росгвардии. Но 38-летний правонарушитель об этом не знал. Мужчина попытался ночью пробраться в дом. На пульте дежурного сработал сигнал тревога и наряд сразу приехал на место преступления. Сотрудники нашли злоумышленника в полисаднике. Он прятался, но тщетно. Теперь с ним разбираются в отделе полиции. Фортуна отвернулась. 22-летний житель Шпаковского района ночами пробирался в торговые помещения, похищал деньги и ценности. Так ему везло 6 раз. Но при очередной попытке обнести магазин, слоумышленника все-таки задержали. Общий ущерб владельцам около 160 тысяч рублей. Деньги молодой человек тратил на себя. Сейчас он под стражей. Его судьбу решит суд. Последствия аварии. В Невиномыске столкнулись полицейская машина и 14-е. От удара патрульный автомобиль влетел в дорожное ограждение и перевернулся. Видео с места ЧП опубликовали в соцсетях жители города. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, в аварии с участием автомобиля вневедомственной охраны никто не пострадал и в медицинской помощи не нуждается. Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Почти джентльменский поступок. 58-летний житель Пятигорска пришел к 45-летнему знакомому, чтобы вместе выпить. Там же находилась и бывшая сожительница гостя. Во время застолья мужчины поссорились из-за побоев на лице женщины. Видимо, защищая ее честь, гость схватил нож и вонзил в шею оппонента. Тот скончался на месте. Сотрудники следственного комитета уже направили уголовное дело в суд. Пол выпуска позади, много интересного впереди. Это новости на своем. Не переключайтесь. Буллинг и непослушание. Как взрослым найти общий язык со школьником-хулиганом? Сахаты на свободе. Под Ставрополем 10 оленей выпустили в дикую природу. В изобильном установят памятник труженикам тыла и детям войны. Об этом мы не только расскажем далее. Продолжаем выпуск. Начало декабря радует погодой. Она не по-зимнему теплая. Есть у этого приятные последствия, конечно же. Краевой Роспотребнадзор отчитался об эпидемиологической ситуации за первую неделю зимы. Она сказалась на Ставропольцах не сильно. Обращаться в поликлинику стали чаще всего на 5%. А в общей сумме приболели почти 12 тысяч человек. Держимся, друзья. Грипп не пройдет. Это, кстати, и благодаря прививочной кампании. Она сейчас подходит к концу. Зайти на процедуру нашли время около половины жителей региона. Это больше миллиона 200 тысяч человек. Болеть не хочет никто, похоже. Тем более, при двери праздников. Еще, кстати, праздники. Хорошее время, чтобы наладить отношения с родными. Например, вот что делать, если ребенок конфликтует со сверстниками. Прогуливает уроки или пробует запрещенные вещества. В краевой столице искали пути решения этих проблем. В Ставропольском президентском кадетском училище прошла коллегия Министерства образования региона. Как прозвучало, в зоне особого риска подростки. Они часто не осознают серьезности своих действий и совершают правонарушения. Специалисты уверены, изменить ситуацию можно только сообща. В школах края регулярно проводят профилактическую работу. Но все-таки самое важное – это обстановка в семье. Мы большую ставку делаем на родительскую общественность. Потому что по Семейному кодексу за жизнь и здоровье детей отвечают в первую очередь родители. И от того, какую позицию в семье они займут, родители, по отношению к ребенку, от этого многое зависит. А вот реализацию нас проекта «Демография» обсудили в Краевом министерстве труда и соцзащиты населения. В своем докладе глава ведомства сообщил. В регионе исполняются все ключевые проекты, которые направлены на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, создание условий дошкольного образования и финансовую поддержку семей при рождении детей. На реализацию последнего проекта в этом году выделили 2,5 миллиарда рублей. Одна из основных включенных в проект МИР – это ежемесячная выплата нуждающимся в поддержке семьям, которая назначается в случае рождения в них третьего ребенка или последующих детей. До достижения им возраста трех лет, которая в настоящее время составляет 7 950 рублей. За 11 месяцев текущего года ее получили 16 728 семей. А в Ессентуках тем временем завершается благоустройство курортного парка. Работы выполнены на 90%. Сейчас там укладывают плитку, разбивают клумбы, устанавливают новые урны и фонари. А еще больше новостей из разных уголков края в нашем традиционном обзоре. В концертном зале Невиномысского культурного центра «Родина» установят уникальное освещение. Известно, что выполнено оно будет в форме геометрических фигур разных размеров. Интенсивность цветового потока в зале можно будет менять вручную. Качество освещенности улучшится в 2,5 раза. Кроме того, в культурном центре по-новому засветятся фойе, кабинеты, гардероб и фасадная часть. Там также применят специальную дизайнерскую светодиодную оптику. В селе Александровском завершают строительство ясельного корпуса. В 2020 году объект сможет принять 55 малышей в возрасте до 3 лет. Ясли строят в рамках реализации нацпроекта «Демография». Кроме того, подобные учреждения возводят в поселке Прогресс Кировского округа и в Кочубеевском районе. Комсомольскую поляну Железноводска планируют озеренить. Весной там высадят клёны, берёзы и кусты можжевельника. Также новый парк украсят 30 молодых сосен, 60 туй разного размера и 10 елей. Напомним, Комсомольская поляна раскинулась на территории в 4 гектара. Территорию благоустроили по программе «Комфортная городская среда» в 2019 году. Памятник труженикам тыла и детям войны установят в изобильном. В городе провели благотворительный марафон «Это нужно не мёртвым, это надо живым», благодаря которому и собрали деньги на скульптуру. Макет памятника выбирали с помощью голосования в социальных сетях. Победил проект с изображением семьи военных лет. Это женщина с двумя детьми у противотанкового рва. В Ставрополе наградили победителей краевого эко-конкурса «Сохраним природу родного края». Главный приз – увидеть, как выпускают оленей в привычную среду обитания. Как грациозные животные будут чувствовать себя в наших лесах, узнала Виктория Шкальная. Вот так 10 особей пятнистых оленей покидают заказник и отправляются в привычную среду обитания. На Ставрополе грациозных животных привезли из Ростова. В специально построенном вольере они пробыли 30 дней. За это время олени привыкли к нашему климату и теперь готовы жить на воле в ставропольских лесах. Особое значение мы всё-таки здесь вкладываем не в самих оленей, не то, что мы их там выпускаем, покупаем, они проходят месячный карантин, и сейчас вот они будут в заказнике, да, в живой природе. Это всё замечательно, но основная мысль – это, конечно, просветительская. Мы хотим, чтобы наше будущее поколение, чтобы дети, ставропольские дети, чтобы они видели, понимали и ценили родную природу. Удивительную возможность увидеть выпуск олени в лес предоставил Каспийский трубопроводный консорциум при поддержке Минприроды Ставрополья. Для этого нужно было победить в творческом конкурсе посвященному защите и восстановлению популяции оленей «Сохрани природу родного края». Турнир включал несколько номинаций в разных возрастных группах. Более полутора тысяч детей приняли участие в конкурсах на лучший материал по защите флоры и фауны региона. В итоге определили 60 победителей. Они предоставили свои проекты в изобразительном и фотоискусстве, литературном творчестве, а также в видеосюжетах «Я – эко-волонтёр». Я снимала природу Ставропольского края и показала её красивые места, рассказала о том, сколько у нас видов растений, видов животных, и что их нужно охранять. И связалась с тем, что нужно посещать открытые массовые мероприятия, посвященные проблемам экологии, чтобы люди просвещались, ходили на них. В творческом конкурсе приняли участие не только студенты и школьники, но и самые маленькие. Олени были очень милые, только жаль, что мы их вместе не увидели. Ты видела олени? Очень близко с мамой. Тебе понравилось? Да. Мне очень понравилось, выпустили очень много оленей. Спасибо организаторам, спасибо всем. В учебных заведениях также провели тематические уроки. Их главная цель – рассказать молодому поколению о проблемах экологии. К слову, работа по воспроизводству оленей ведется в Край с 2011 года. За это время численность животных увеличилась. В прошлом году на Ставрополье родились 12 оленят. Организаторы проекта продолжат наблюдать за жизнью животных и в среде их обитания. У каждой особи есть чип, с помощью которого будет отслеживаться их дальнейшая судьба. А вместе со всеми восхищались грациозными животными. Виктория Шкальная, Камила Магомадова и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. И я напомню, уже на следующей неделе, 16 декабря, будет возможность задать вопрос губернатору в прямом эфире. Итоги года на прямой линии подведет глава региона Владимир Владимиров. Это совместный проект главных СМИ региона. Своего ТВ, ГТРК Ставрополье, интернет-портала «Победа». Газеты «Ставропольская правда» и «Изательского дома периодика Ставрополье». Вопросы в формате видеообращений можно прислать уже сейчас в WhatsApp и Telegram по этому номеру, который указан ниже, вторым. А звонки, голосовые звонки принимают по телефону доверия, который указан выше. Разговор с жителями края пройдет 16 декабря в эфире трех каналов своего ТВ, ГТРК Ставрополье и общественного телевидения России. Начало прямой линии в 6 вечера. Не пропустите. Ну и теперь к новостям спорта. Все о них нам расскажет наш обозреватель Герман Кузияров. Привет-привет. Добрый вечер. Что нового? Очень порадовали акробаты и наши тахвандисты. Вещай. Наши спортсмены продолжают радовать результатами на международных соревнованиях. Накануне в Японии разыграли медали первенства мира по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойной мини-трампе. В Токио приехали 800 спортсменов из 40 стран мира. В сборную России вошли представители Ставропольского края. Три воспитанника спорткомплекса «Олимп». В общей сложности россияне завоевали 27 наград. 8 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей. Наша спортсменка из Невиномыска также пополнила копилку наград. Ксения Алуткова заняла второе место в прыжках на акробатической дорожке. А вот ставропольские тхэквандисты привезли медали из Германии. Там прошел открытый чемпионат Европы. В турнире приняли участие 500 тхэквандистов. 7 из них из ясентуков. 8-летняя Вероника Доценко вернулась домой с золотом. Анна Авдеенкова завоевала бронзу, а Матвей Шушков в весовой категории до 24 кг стал вторым. Он обыграл в технике итальянских и швейцарских тхэквандистов. Всемирное антидопинговое агентство ВАДА отстранило Россию от участия в крупных спортивных мероприятиях на 4 года. Решение ВАДА не помешает провести чемпионат Европы в Ипатовском округе. Поэтому в мото-клубе «Колос», который базируется на этой территории, абсолютно спокойны. Европейская мотоциклетная федерация не подписывала кодекс ВАДА. А это означает, что запрет на них не действует. Так что в 2023 году чемпионат Европы в Ипатово мы все-таки увидим. Никита, возвращаю тебе слово. Мне кажется, мотоболистам даже никакой допинг не нужен, там все на адреналине держится. Ну и еще, возможно, на моторном масле и на бензине. Это точно. Это были новости спорта и теперь еще кое-что. Томительное ожидание автобуса на остановках теперь должно стать меньше, по крайней мере в Ставрополе. В столице региона заработало мобильное приложение «Яндекс.Транспорт». На любом смартфоне в режиме реального времени можно увидеть, где едет нужная вам, скажем, семерка или восьмерка. Информация о местоположении обновляется каждые 30 секунд. Но пока, правда, отследить можно только троллейбусы. Так что ждем, когда появится и остальной транспорт. В любом случае, это удобно. Посмотрел из дома, где автобус, и вышел на остановку как раз вовремя. Ну а если у вас есть новости или проблемы, которые хотите поделиться, то пишите нам в WhatsApp и Telegram вот по этому номеру. Присылайте фото и видео, как всегда попытаемся разобраться. Ну а далее у нас прогноз погоды. Все об этом знает Яна Лукушкина. Она в студии. И сейчас поделится информация. Я же на этом с вами прощаюсь. Меня зовут Никита Шишков. Хорошего вечера. Здравствуйте, уважаемые телезрители своего ТВ. Пришло время рассказать о погоде на четверг, 12 декабря. В Ставрополе облачно. Плюс 4 днем, плюс 1 ночью. Без осадков. В Изобильненском и Новоалександровском городских округах немного теплее. Плюс 7 днем и плюс 2 ночью. Облачно и без осадков. Погода на Ставропольских курортах порадует всех туристов. В Пятигорских и Минеральных водах днем плюс 5, ночью плюс 1. Значительная облачность. А вот в Кисловодске днем температура прогреется до плюс 4. Ночь уже опустится до минус 2. Мало облачно. Осадков не ожидается. А теперь о погоде на восточной территории Ставропольского края. В Арсбире, Ипатово и Нефтекумске облачно. Плюс 5 днем до плюс 3 ночью. В Дивном и Буденновске днем плюс 3. Ночью до плюс 2. Значительная облачность. Возможен дождь. Теперь расскажем о народных приметах на этот день. Если к 12 декабря много снега еще не выпало, как у нас, то зимушка будет теплой и бесснежной. А снегопад в этот день считали доброй приметой. Будет хороший урожай хлеба в следующем году. Яркие звезды к похолоданию, а тусклые к оттепели. И на этом о погоде все. Увидимся на своем ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова